У учеников 2-го Б-класса 30-й школы прошел необычный урок. Стоит отметить, что такой своего рода эксперимент в городе провели впервые. Но о нем чуть позже. Сначала повторение элементарных правил гигиены и список заболеваний, которым могут привести грязные руки или немытые продукты. Согласно мировой статистике, примерно каждый десятый человек в течение года один раз болеет какой-то формой кишечной инфекции. У детей всего того, что гигиенические навыки не сформированы, еще иммунная система не так сильна, заболевания протекают гораздо чаще. Мойте руки перед едой. Кажется, это простая истина, которую каждый слышит с детства. Между тем, заболеваемость кишечной инфекции имеет место быть, хоть и в единичных случаях. В зимний период, когда вирусы на готове, не лишним будет вспомнить, как правильно избавиться от бактерий. В этом детишкам на примере известного мультипликационного персонажа Дим Димыча помогли разобраться специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Есть микробы на руках, на телефоне, на деньгах, на ручке от двери. И продукты нельзя есть, которые муха посидела. Надо мыть руки перед едой после туалета. И обязательно надо часто мыть руки днем. Сколько раньше в день раз мыла ноги? Ну, когда с улицы приходила и перед едой. Уже после повторения теории школьники направились в сторону столовой. Именно здесь, перед обедом, они не проходят мимо раковины и мыла. Но сейчас суть исследования в другом. Участниками эксперимента стали три второклассники, которые в классе не мыли руки. Помощь лаборанту, специальный раствор и три подписанные чашки Петри для каждого. Произвели посев на питательные среды рук детей. Первый посев был не помытые руки. Потом они помыли руки с водой. И третий посев тщательно вымыли руки с мылом. Сейчас в лаборатории мы произведем инкубацию. В термостате при определенной температуре чашек Петри. Время инкубации при температуре 37 градусов – 48 часов. Спустя этот промежуток времени выросшие бактерии можно будет увидеть вооруженным взглядом. Специалисты санстанции вернутся сюда снова вместе с результатами анализов. Что из этого получится, мы покажем в четверг. Ну а пока школьники тщательно вымыли руки и отправились на обед. В раздумьях, что же им предстоит увидеть. Неужели это будут те самые картинки из микроскопа? Итак, 48 часов прошло. А это значит, пришло самое время узнать результаты исследования. На чашках Петри, которые мы делали посев немытых рук, массивный рост микроорганизмов. Вот такой вот ужас, можно сказать. Чашка полностью заросла микроорганизмами. То есть это говорит о том, конечно, что руки грязные. Следующий, вот у нас посев, с водой вымыли руки. Конечно, бактерий меньше, но все равно вода не удаляет бактерии так, как нужно. Максим Голосевич – один из участников эксперимента. Мальчик признается, со вторника и до этого момента его все не покидала мысль, какими будут результаты анализа. Похоже, школьник и представить не мог, к чему могут привести на первый взгляд просто невымытые руки. Максим, ну расскажи, как впечатления от эксперимента? Ну я реально в шоке, я даже не ожидал. Я всегда думал, ну сколько там микробов будет, как там будет все. Если на первом варианте отчетливо видны колонии бактерий, то уже на третьем можно рассмотреть их точечно. Стоит отметить, что впечатления от выросших бактерий, которые еще позавчера малыши видели только через микроскоп, получили все без исключения. Много столько микробов, когда не помытые руки. А ты ожидала, что будет так много микробов? Или думала по-другому как-то будет? Расскажи. Я думала, что поменьше будут намного. Буду часто мыть руки после игры с игрушками, после улицы, после школы, перед едой. Задача, которую мы ставили перед собой, это еще раз напомнить детям и взрослым о том, как важно мыть руки и какое значение на здоровье человека имеет гигиена. Чтобы наверняка усвоить, что гигиеной не стоит пренебрегать, детишки еще раз продемонстрировали, как и сколько правильно мыть руки. И уже напоследок новое наставление. Что делать, если, например, захотелось чихнуть? Ведь вирусы таким путем распространяются очень быстро. А щи? Вот так разлетаются вирусы. На этом специалисты санстанции эксперименты не заканчивают. В их списке другие школы и детские сады. Но все те же элементарные правила гигиены. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова